Доброго дня, друзья! С вами Арталаски, и прежде всего хотел бы с вами поделиться радостью, что на моём втором канале по зибрышу уже более тысячи подписчиков и более десяти полезных видео. Так что если вам интересен зибрыш, обязательно переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Ну а перед тем как начать лепить маску, я стал искать интересные идеи на сайте Pinterest. Искал различные японские, демонические, традиционные маски, маски из игр и фильмов. Всё что нравилось, сохранял на мутборд в программке PureF, чтобы иметь его перед глазами во время работы. И наконец, после долгих поисков и вдохновения, я открыл зибрыш, чтобы начать лепить, но для начала я взял модель лица, которая используется по умолчанию в программе Spark AR, чтобы элементарно ориентироваться в пропорциях и размерах, и уже вот тогда начал лепить базовые формы маски. Старался работать сразу с перспективой, так как на селфи-камерах она как правило сильная, и эти искажения заметны. Мне показалось, что модели лица недостаточно, и для полноты картины я присобачивал ещё стандартную модель головы шеей и ушами. После стартовых форм осталось их только уточнить, и каких-то глобальных изменений уже вносить не придётся. То есть сначала крупные базовые формы, потом чуть менее крупные, и только потом уже детали. Подобного пайплайна придерживаются и художники, и моделеры, и я тоже стал работать по этой схеме после прохождения нескольких курсов. Кстати, ребятки, школа XYZ School ведёт набор на курс DraftPunk. Даже если ты вообще никак не умеешь моделить, но очень хочешь, на курсе ты освоишь профессию с нуля за 6 месяцев, получив знания, востребованные в крупных компаниях. Действующие профессионалы с опытом в именитых студиях научат тебе всему, что должен уметь 3D художник для работы на фрилансе или в студии. А именно создавать 3D модели для игр по правильному алгоритму. Сначала форма и выразительность, потом развертка, запечка и текстуры. Научишься лучше понимать, как использовать для моделирования Maya, Blender, Substance Painter, Marmoset Toolbug и Photoshop. И конечно, научишься вызывать вау эффект у друзей, айшеров и заказчиков с помощью красивой подачи. По итогу курса у тебя будет портфолио более чем из 10 макетов и 2 модели полного цикла, которые точно оценит твой будущий заказчик. Кстати, у курса есть фри-версия, которая поможет тебе освоиться в софте и обучиться базовым навыкам моделинга. XYZ это более 90 тысяч выпускников, а также менторы с большим багажом знаний, полученных в таких студиях, как Blizzard и CD Projekt Red. А еще это постоянная обратная связь по заданиям и множество дополнительного материала. Активируй промокод и приобретай этот и другие курсы со скидкой 40%. А еще в подарок ты получишь месяц подписки XYZ+, который откроет тебе доступ к дополнительным мастер-классам. А при ее продлении еще 15 каждый месяц. Дерзай, все ссылочки в описании. Детализация заняла не так много времени, и я зря кажется вообще ее делал. Потому что маску видно не так уж и близко, а рендер в инстаграме вообще так себе. Но об этом позже. Для будущих масок я точно не буду так заморачиваться, ибо это все равно не будет видно. И маска в итоге получится четче, чем само лицов и все изображение в камере. Короче, еще не доросли. Как дескульт готов, пора приниматься за ретопологию. Модель маски по сути обычная игровая модель. Поэтому ретопология здесь обязательна, чтобы инстаграму не пришлось переваривать несколько миллионов полигонов. Ретопку я делаю уже не в зибрыше, хотя там тоже можно. Но мне все-таки удобнее делать ее в 3д колосе. Здесь есть все нужные мне инструменты, и в принципе тут довольно удобно ее делать, хоть и есть парочка моментов. Вообще, пожалуй, это мой самый нелюбимый этап и самый скучный в пайплайне. Но без него модель не поместить ни в игровой движок, ни в инстаграм. Кстати, клыки я ретопнул через зеремешер, иначе я просто слетел с катушек. Постоянно вращаясь вокруг каждого клыка, чтобы его отретопить. Всё, ретопка завершена. Вместе с клыками луполька смотрится довольно прикольно, и кажется на нее я потратил больше времени, чем на сам скульпт. Далее я начал делать ее развертку. Менее нудное занятие, чем ретоп, но все еще нудное и все еще ответственное. Правило простое, чем меньше швов, тем лучше. Но при этом надо избегать потянутости текстур и какие-то явные искажения. Зубы и клыки на этом этапе не настолько страшные и нудные, но повозиться немного все-таки пришлось. Сохранив UV, я начал этап байка в Substance Painter. Вообще, я обычно запекаю в Marmoset Toolbug, но здесь мне не захотелось заморачиваться. И разницы все равно особо видно не было бы. Поэтому сделал все сразу в поинтере. А вот процесс покраски вызвал небольшой ступор. Я накидывал разные материалы и цвета, чтобы подобрать наиболее подходящий, но какой-то конкретной идеи все равно не было. В итоге я скомбинировал несколько материалов и выбрал синий цвет, потому что он хорошо должен контрастировать с кожей. Все текстуры я делал под PBR, то есть под физически корректный рендеринг. Однако позже выяснилось, что можно было с этим не заморачиваться. PBR в инстаграме вообще не торт. Кстати, экспортировать текстуры пришлось так же, как и для Unreal Engine. Программа, в которой я буду делать саму маску, принимает текстуру ORM. Это когда текстура Оклюжина, Рафнеса и Металлика находится в одном изображении. Возможно, здесь есть какой-то смысл в оптимизации или просто в удобстве, но что есть, то есть. Вот такая масочка у меня получилась. Надо лишь теперь закинуть ее в Sparky Ray Studio и подготовить к публикации в инстаграм. В Sparky я лишь настроил материал и положение маски, которое универсальному не сделать каким-то очевидным способом. Я настраивал маску под свою мордаху, и оказалось, что некоторым подписчикам, которые ее тестировали, она казалась мала, особенно в области щек. Так что позже я сделаю еще обновление с разным размером маски и частицами из пасти, а попробовать ее вы можете прямо в моем инстаграме. Отмечайте мой профиль и показывайте, как маска съедит на вас. Процесс публикации маски настолько язычный, что даже как-то не вижу смысла его упоминать. Также просто, как опубликовать пост в инстаграме. Ну а если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами как всегда был Артоласки, пока!